Всем привет, с вами Green Knight и мы продолжаем строительство нашего зоопарка в Planet Zoo. Ну, вольер, так сказать, для слонов у нас не сильно хороший получился, но места им пока хватает. Если что, будем двигать дальше. Дорожку сзади я убрал, чтобы все, в основном, люди сразу шли сюда. Потому что они начинают бродить, ходить, ну и нафиг. Короче, пусть лучше здесь ходят. Так, что случилось? Ага, появился слоненок и сразу места мало. Это очень плохо. Им надо намного, намного больше места. Давайте, наверное, сейчас мы этим и займемся. Поскольку я здесь убрал дорожку, давайте-ка я, наверное, вот это снесу. Вот это я тоже снесу и попробуем переделать немножко вольер. Точнее, барьер для нашего вольера. Так, иди сюда. Так, вот это мы убираем. Это убираем. Иди-ка сюда. Вот так, вот так. Да, давайте максимально сюда сделаем. Так, ты уберись, пожалуйста. Да господи. Чуть-чуть тебя надо подвинуть. Давайте на двоечку, наверное. Ага. И не хочет стыковаться. Расстояние типа маленькое. Но давайте вот так. И сюда. Только бы еще чуть-чуть подвинуть, да? Так, плюсуем. Да плюсуем, я сказал, господи, что ты делаешь? Ты где? Уберись, пожалуйста. Минус один. Десяточку. Я тут, ну ладно, и так. Думаю, хватит. Так, вот это мы подвинем, наверное. И вернись назад. Ага, вот так вот подвинем. Это задублируем. Так, как-то так. Здесь мы стенку, наверное, все же прямо вот такую вот продолжим. Так, сразу несколько возьмем. Поскольку, в принципе, люди здесь не ходят. Наверное, так вот сделаем. Ага, еще и не хочет. Ах ты, зараза. И как мне тебя двигать? Давайте еще одну построим вот сюда, например. Вот стена пошла. И давайте, наверное, мы ее так и построим. Побольше, чтобы быстрее. Это мы тогда убираем, раз она не хочет, как нам надо. Ага, еще попробую выделить. Так, еще чуть-чуть. Так, давайте две. И тут одну, наверное. Блин, такое смещение прям нехорошее. Почему ты так скачешь ты? Почему ты так скачешь нехорошо, скажи мне? На две клетки аж. Так, ты уберись-ка. Давай-ка мы тебя вот так поставим. Хм, не хочет. Ну-ка, давайте так, у нас третийся камень. Ага. Так, стены, стены. Вот эту вот фигнюшку. Ну, типа, чтобы загородить. Ну, давайте как-то так сделаем. Да, конечно, наложение некрасиво, да и черт с ним. Все, в принципе, никто никуда не убежит. О, здесь еще лишнее. Убираем. Давайте посмотрим, что им там по ландшафту. Земли маловато. Земля. Давайте ему вот здесь. Ой, песок выбрал. Я, в принципе, не думаю, что они, наверное, будут там ходить. Давайте просто занизим, чтобы они там не шарились. Типа, начнут сбегать, все прочее. Так. Пускай так. Ага, дальше не убирается. Все отлично. Пускай вот здесь тоже ходят, но далеко не уходят. Все отлично, земли достаточно. Давай расчеты. Сейчас должно быть намного больше. А, все, африканский слон, все нормально. Что, произвел расчеты? Блин, да нифига им там надо. Места мало им, короче, тут. Ну да ладно. В общем, сегодня будет постройка, повторная попытка постройки, так скажем, саванны. Ну, наверное, раздельными вольерами, и через эти вольеры будет проходить транспортный маршрут. Давайте с африканских буйволов начнем в этот раз. Живущий в тропической Африке африканский буйвол, крупнейший представитель семейства полурогих в дикой природе континента. Как правило, буйволы достигают от 1,7 и 3,4 метра в длину, от 1 до 1,7 метра в высоту. Их можно опознать по характерным рогам, широким, изогнутым, формирующим особый выстав впереди лба. Обычно самые большие рога у доминантного самца в стаде. Несмотря на то, что этот вид не находится под угрозой, африканские буйволы все же страдают от деятельности человека. Нелегальная охота на буйволов распространенное явление в Африке, а их пастбище всегда под угрозой застройки и превращения в сельскохозяйственные угодья. Буйволы подвержены болезням домашнего скота и часто страдают от последствий засухи. В областях, обозначенных как национальные парки и заповедники, эти животные находятся под охраной, тогда как на других территориях на них разрешена охота. Ну, понятненько. Давайте начнем, наверное, постройку нашего вольера. Начнем, наверное, мы где-то вот здесь, возле трубкозубов. Соответственно, где-то здесь же надо будет ставить и транспорт, и чтобы он как-то вот закручивался. Я вот сейчас думаю, как это сделать. Допустим, люди сюда пришли, посмотрели трубкозуба, сели в машину, поехали, поехали и где-то вот такой кружочек сделали. Ну, в принципе, наверное, да. В принципе, наверное, да. Только как бы мне это сделать? Давайте, наверное, поставлю машинку, чтобы хоть маленько представлять себе. Допустим, немножко отдалим. Ага. Так. Давайте вот эту станцию выберем. Господи, стой. Установить вход. Надо поменять. Редактировать. Станция. Выход справа. Да господи, дай мне. Ага. Только мне назад, пожалуйста. Дружище, не компонсируй мне мозга с самого начала. Ну, или давайте в ту сторону, чтобы уже не париться сильно. Так, чтобы небольшая дорожка для очереди была. Установить вход. Вот. Дать где-то здесь. Установить выход. Рядышком. О, нормально. Соединить с дорожкой. Почему? Трава не закрашивается, а? Так. По сетке, во-первых. Чтобы маленько хоть ровно было. Ну, так пойдет. Дорожки. Покраска. Уберись. Выбрал, наоборот, большую. Все. Пускай здесь стоит. Уже будет намечено. Закрываем. И начинаем строить наш вольер. Все. Ну, так THANK. Ну, так вves. О, мне нужно было чемпакciendo войдете, Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok вообще 0 так вот это тут самый так самочка ничего ой зачем обновить хотел сбросил иди еще сюда разок обновить обновить не хочет пока не туда но фертильность 0 не хочу блин рисковать так давайте посмотрим кто с кем точнее что ей надо если вы вроде перемещал нет а может и нет да я купила не переместил за педе газель томпсона это небольшое травоядное животное обитающее в африке в регионе серенгети который находится на территории танзании и кении жить они предпочитают на сухих равнинах хотя порой встречаются и в лесах у этой газели коричневая спина белый живот и темные полосы на боках морда коричневая с белыми пятнами на щеках и вокруг глаз от которых к носу тянутся небольшие черные полосы у самцов и самок на голове темные ребристые рога хотя у самцов они прочнее и больше рос в холке у самцов и самок составляет обычно от 55 до 82 сантиметров длина тела от 80 до 120 сантиметров а вес колеблется между двадцатью и тридцатью пяти килограммами этот вид не находится под угрозой исчезновения и численность его по-прежнему довольно велика однако эти животные находятся в уязвимом положении с 1975 года из-за туризма изменений среди обитания пожаров и строительства дорог размер популяции сократился на 60 процентов кроме того на них часто охотиться из-за мяса природных хранные организации стараться защитить этих газели путем создания природных коридоров в их сфере обитания чтобы они могли свободно перемещаться по своей территории не опасаясь дорог а развитие устойчивого сельского хозяйства призвано остановить уничтожение дикой природы и сократить масштабы охоты на диких зверей с кем они живут понятно 425 квадратов воды не надо тоже минимум 3 значит две самки сразу покупаем без самки помоложе желательно и получше ой какой хороший какая хорошая самочка нам попалась а это до сих пор ладно потом наверно когда разместим там будет видно процент берем у нас вольер ну опять начинаем строить вольер конечно же а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Дождь? Ничего не видно, блин Так Давайте-ка прокатимся Это мы где? А, это мы уже выехали Господи, ты чё? Да дайте мне вот эту машину А, можно сменить машину? Поезд? Ага, вот Который заезжает только Вот этот вот сейчас поедет у нас Давайте вот сюда сядем И покатим Давай, кто там? Ну, садитесь, поехали, ребята А, ну видно, в принципе, хорошо Давайте посмотрим на газелек Бычкам всё нормально Газелей Ну, в принципе, тоже хорошо видно Еду я им поставил Пить у них есть Почесаться и всё прочее тоже у них есть Ну, вот такой вот вольер Хороший получился, в принципе Даже как-то сегодня быстро два вольера построили Что такое? Что случилось? Кто что там? Да, успокойся ты Э, что происходит? Так Поздороваться, да, ещё? Есть свободные О, всё А, фу, напугали О, уже газели исследовали Нифига себе А чё, уведомления? Ну, закройся Уже игра глюч начала, нормально Всё, в принципе Нормально Хотя бы Что-то будет у нас Работать, пользоваться Потом будем маленько Переделывать всё же Ну, тут уже для буйволов Пошло Давайте посмотрим Для газели Чё-нибудь Так, стоять, рыжевари Фу-фу-фу Нельзя так делать Так, ты у нас Молодой Ты у нас молодой Так, ты иди гуляй Всё, возвращаемся К нашим Газелям Может, что-нибудь Для них Новое сделали Нашли А, нет Всё старое Пожрать у вас Есть, кстати? Нет Ну-ка Давайте-ка Идите-ка Обслужите Всех, ребята А чё, нормально Буйвол выглядит? Чё, ну Хорошо же видно Давайте, наверное Вот эту дорожку Тоже продлим Ой, ты дурак Чтобы На газели Тоже люди могли Пешочком Дойти Посмотреть А не только Ездить А, надо же Эту Обучающую фигню Всё поставить Ещё Иди сюда Давайте Где-то Вот здесь Поставим В серединке Сюда Газель Томпсона А, чё там? Глупышки Уйдите Вы застопили Весь Поезд Блин Глупышки Свалите Взяли Застопили Весь Поезд Так Если они А, здесь они могут Не пройти, да? Из-за камней Что случилось? Бонго Что у вас происходит Опять? У вас пять Социальным Блокополучием Что такое? Стресс А, чё стресс-то? Кто шумит? Ну, ладненько Сейчас мы всё исправим Не шуметь Давайте вот здесь Наверное, поставим Как у нас работает Охрана Ага Там тоже Всё хорошо Поезд Ну, поезд Успехом пользуется Это понятно Ой, много людей ждут Надо, наверное, количество Поездов увеличивать Так, один туда пошёл Давайте-ка мы Вот так вот сделаем Где у нас Вот здесь количество, да? Закрываем И количество Поездов Давайте на шесть Сделаем Три станции По два поезда Всё, поехали, ребята Да, садитесь Погнали Сейчас будет интересно Как они будут ездить Ну, давайте Садитесь Садитесь Там вроде Любая загрузка Стоит у меня Так, что у нас И следовалось Буйвол Опять же А, там уже Приехал О, господи Ну Пускай как-то так Больше людей будет Перевозить Всё Ой, как вас Много выходит Так, давайте на станции Наверное проверим Любая Так Любая загрузка Станция 85 Любая загрузка Станция 86 Также любая загрузка Всё Что у нас здесь Ладно, по животным вроде всё нормально Никто не это А что у нас ещё исследуется Так Слон А, слон А, слон, да Всё, правильно Три следует Так, вроде Более-менее Поезда разошлись Уехал Приехал Сменится Так Одна Ну да, всё нормально Не блокировать станцию Чтоб сразу уезжал Вроде В адеквате Работают Да, понятно Всё Исследовано Исследовано И всё прочее Газель Томпсона Ждёт потомства Молод Ну, глупенький Уйди из дорожки Ты смотри Нормально Я, конечно, всё понимаю Я, конечно, всё понимаю Но летать мне Летать мне не надо Так Ну, ладно Не будем пока Так Уйди-ка оттуда, пожалуйста У тебя Вот тут вот места Дофигища А давайте Попробуем Вот сюда Вот её посадить А, ну-ка Иди-ка сюда А, так Где ты? Куда она делась? Где? Ты тут? Ты тут? Ты тут? А, вот они Они все здесь Да я хочу вас На камни посадить Чтобы посмотреть Вы сможете на них Залазать Или нет Ага Молодец Ну-ка Покажи Как ты слезешь Отсюда А, в смысле Низкий уровень Пространство В смысле Восемь Ага Я понял тебя Ты не можешь Залезть Точнее Ты не можешь Слезть Ну-ка Давай-ка Атак О, всё Теперь сможет Ну-ка Покажи О, хорошо Ать Теперь ещё выше Так, дружок Ну-ка Ты мне будешь Экспериментом Ну А чё не перемещаешься Переместить Иди сюда Вот так Хорошо Ага Не может Не может А почему не может А если так 12 квадратов Я тебя понял Вы сюда Не хотите Лазать Ну Сюда смогут Залезть И Ладно Почему Странно Тут места Столько Блин Ты куда Потащила Эту штучку Ну что же Тогда Сегодняшнюю серию Думаю На этом Закончим Два вольера Два новых Животных В принципе Даже быстро Построили Что не странно Ну тут Сильно много Мудрить Не надо было Чего там Разорались А Понял Давайте посмотрим Что у нас там Ещё исследовано Ой Как много Ну Тогда До скорой встречи С вами был Гринайт Подписывайтесь Ставьте лайки Комментируйте Ссылка на плейлист И на паблик В описании Под видео Всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok